В прошлый раз, кратенько, и как раз, может быть, и сам вспомнил, кто-то подойдет. Мы доказывали теорему Милютина, остановились в середине доказательства. Теорема утверждает, что если К1 и К2 – это несчетные метрические компакты, то С от К1 и заморфно С от К2, то есть как банаховое пространство, то есть существует линейный непрерывный гомеоморфизм между ними. И как мы это доказывали? Схема доказательства следовала Левею Пелчинского, которая говорит, что если x, дополняемый, y, y, дополняемый, x, а также x из аморфно С0 от x, то отсюда следует, что x из аморфно y. Это Леве Пелчинского. Ну вот там было две, но это вторая. И какая у нас… Значит, надо такого типа пространства как-то научиться вкладывать друг друга дополнительно. И это мы делаем при помощи теоремы Борсука. Борсука-Дугунджи, значит, это что такая теорема была, которая там чуть путалась в доказательстве. То, что если мы, например, К1 вложили в К2, то есть гомеоморфизм, но образ сделали, и то С от К1 вкладывается дополняемо. С от К2. Здесь, конечно, важно, что К1 и К2 – это метрические компакты. Тут вот метрическая структура была важна. Значит, мы рассмотрели два крайних, как бы, компакта. Дельта – это Кантер во множество. И Гильбертов Куб. Аш. 0,1 ВНТ. И мы сказали то, что всегда дельта вкладывается в К, и К всегда вкладывается в H. То есть отсюда следствие, то, что С от К1… Ой, прошу прощения. Значит, мы получили, что С от… Дельта вкладывается в С от К дополняемо, а это вкладывается в С от H дополняемо. Чего нам не хватает для того, чтобы воспользоваться Лемой Пилчинского? Ну, во-первых, надо как-то нарисовать, замкнуть диаграмму, скажем так. То есть надо как-то нарисовать вот эту стрелку. И это не совсем понятно как. По крайней мере, вот по этой схеме при помощи Стиарема Борсовского-Догунжа не получится, потому что H, например, связный, компактный, он огромный. А этот, он, как это называется, тотально несвязный. Надо быть осторожным, потому что есть экстремально несвязанное, а есть тотально несвязанное. Тотально несвязанное. То есть у него… Ладно, давайте от греха я не буду говорить, потому что я эти понятия всегда путаю. Ну, короче, когда видно, что он не связен, просто не связен, поэтому туда аж как-то не вложишь. Ну, точнее… Да, любое его, видимо… Хорошо, ладно. Не вложишь и ладно. В общем-то, это, наверное, понятно. Поэтому надо здесь что-то изобретать в этой стрелке, но что нам еще надо проверить, это вот это условие. Давайте с этого и начнем. Ну, значит, надо еще проверить. Нужно проверить то, что С дельта изоморфный С0 от С дельта. И вот с этого мы и начнем. Это у меня называется четвертым пунктом. Значит, вот я напомнил, что было. Сейчас будем проявлять вот этот пункт. У нас осталась красная стрелочка, это самая сложная часть, и она будет, наверное, вся лекция оставшаяся нам где-то. Ну, а вот это вот относительно несложно, с этого мы и начнем. Хорошо. Значит, 4. Проверка условий Телчинского. Давайте начнем с простого. Напомню, у нас было упражнение, что С0 кладывается в дополняемо в С от дельта, потому что дельта это метрический несчетный компакт. Надо просто что мы бесконечно нечем дополнить. А тогда я утверждаю следующее утверждение. С от дельта изоморфно своим гиперплоскостям. Гиперплоскостям. Значит, что ясно, давайте предупреждение дадим еще одно упражнение. Действительно упражнение, вот если х банок во пространство, давайте я даже так сформулирую более литературно. Я скажу, что в банок во пространстве любые две плоскости и замок, любые две гиперплоскости и замок. Значит, внимание, тут надо быть осторожным. Вот этот факт верный и действительно несложный, но замечание. Само банковое пространство необязательно изоморфно в своей гиперплоскости. То есть, значит, ну, понятно, что гиперплоскость вкладывается в банок во пространство дополняемо, но вот обратно само банковое пространство запихнуть в гиперплоскость дополняемым образом не всегда можно. Хорошо. Значит, я утверждение должен доказать, что С от дельта, тем не менее, изоморфно своими гиперплоскостями. Доказательство несложное. Доказательство утверждений. Мы помним, что С0 там дополняемо, поэтому можно написать, что С от дельта изоморфно С0 плюс некоторое банковое пространство Е. Ну, то есть, фактор С от дельта по вот образу С0 приглашает. Ну, что С0, очевидно, изоморфно С0 плюс Р. Это Р плюс С0 плюс Е. Потому что без С0 точно можно первую первую координату положить нулем, и тогда это уже будет С0. Ну и все. А это опять изоморфно С от дельта. То есть, мы установили то, что С от дельта изоморфно какой-то своей гиперплоскости, да? То есть, ну, вот, собственно, вот эта гиперплоскость и есть сама С от дельта. А тогда по упражнению значит изоморфно любой. Вот так-то. Хорошо. Поэтому я предлагаю РНЕСА. Значит, напомню, нам надо проверять условия белочинства. То есть, ну, давайте предложение. То, что С от дельта изоморфно С0 от С от дельта. Значит, напомню, С0 от С от дельта это пространство последовательности элементов этого банкового пространства, который, эта последовательность, ну, должна стремиться к ним. Мы будем доказывать немножко другое, значит, доказательство. Значит, рассмотрим пространство, как-то его надо назвать, С от дельта. Давайте с ноликом. Ну, это такая вот гиперплоскость С от дельта, это множество функций F из С от дельта, которые вот в одной точке кантерового множества равны нулю. Ну, например, F от 0, 0, 0, 0 равно 0. Ну, понятно, это, значит, линейный функционал, это получилась гиперплоскость. Ну, если мы изобразим кантерового множества, у меня очень хороший изображатель кантерового множества, значит, ну, вот как у нас есть отрезок, мы из него выкинули серединку, здесь тоже выкинули серединку, здесь и не выкинули, вот здесь пока здесь кантерового множества, здесь дельта, тогда здесь тоже получилось дельта, потом здесь мы что-то выкинули, здесь тоже маленькая копия дельты сидит, ну и так далее. И мы хотим сказать, что наша непрерывная функция в этой точке равна 0. Тогда давайте, собственно, напишем вот этот эзоморфизм. Значит, да, согласно утверждению, можно работать вот с этим пространством. Я вот здесь не пошу. Нам надо сопоставить последовательность функции на Кантеровом множестве, которая стремится к 0. Давайте мы вот эти кусочки Кантеровом множества, которые в самом левом отрезке, это будет дельта 1, следующий дельта 2, который в этом отрезке, потом дельта 3 и так далее. Наверное, формулу писать не надо. Я думаю, что понятно здесь, что имеется в виду. И мы споставим вот такую последовательность. f суженное на дельта 1, f суженное на дельта 2 и так далее. Ну, то есть, мы пользуемся свойством самоподобия Кантерового множества. Ну и что же получается? Ну, тогда условие то, что f в нулевой точке равно 0, как раз и равносильно тому, что это последовательность стремится к 0. И больше ничего поможет. В последовательности множества только одна точка сгущения. В общем-то, мне кажется, здесь трудно что-то объяснять. Это действительно изометрия между этими пространствами. То есть, что надо проверить, что норма такая же. Действительно, вот с супремой нормой, что с супремой f это с супремой f на каждом кусочке. Условие того, что f в крайней точке продолжается по непрерывности до 0, это условие, что последовательность этих функций по супремой норме стремится к 0. В общем, мне кажется, что здесь все на классе. Хорошо. Итого, условие Килчинского мы проверили. Теперь надо рисовать красную стрелочку. Давайте попробуем сначала объяснить, почему это непросто. Ну, значит, нам там надо вложить, напомню, что красная стрелочка, значит, это 5, пункт назовем наивное вложение. С от 0,1 в С от дельта. Значит, напомню, что красная стрелочка это немножко другое. Красная стрелочка это бы С от гибридового куба вложить дополняемо в С от дельта. Ну, потому что дельта в Н это то же самое, что дельта, это гомеоморфный компактный. Ну, потому что дельта можно записать как 0,1 в степени Н. Ну, и понятно, что это и замок 0,1 в степени Н в степени Н. Ну, понятно. Да, то есть, вот эта стрелочка, она, тем не менее, ну, давайте начнем с более простого. Давайте С от 0,1 вложим. Потому что, наверное, если мы С от 0,1 вложим, то потом как-то так вот какую-нибудь тензорную степень вложения возьмем и победим. Ну, вот, значит, до этого мы вкладывали при помощи теоремы Борсико-Дугунжи. Здесь так не получится. Надо что-то изобретать другое. Ну, вот, давайте рассмотрим следующее отображение. Это означает отображение. Рассмотрим отображение. Фи, который отображает Кантерово множество. Отрезок 0,1. По правилу, значит, Фи от С. Ну, в общем-то, тут легко догадаться. Единица до бесконечности. С, Н делить на 2, В. Да, здесь С – это точка Кантерово множества, которую я записал вот так. А это просто С1, С2 и так далее. Последовательность ноликов и единичек. Значит, это хорошее непрерывное отображение. Оно сюръективно, все точки. Но беда в том, что оно все-таки склеивает некоторые точки. Значит, давайте немножко я скажу, что про это отображение. Значит, Фи – непрерывная сюръекция. Надо как-то изучить обратное отображение. Значит, зададим, значит, Фи минус 1. Зададим как просто тем правилам, что вот если у нас есть точка в отрезке 0,1, то что такое СН – это ее дворичная запись. И вот мы всегда берем, если число диодическое, то мы всегда берем только конечное. Зададим тем правилам, что диодические числа, Ну, то есть это числа вида К делить на 2В, где К натуральный, числа вида имеют конечную запись. Да, может быть, кроме числа единицы. Вот единица пусть записывается бесконечно. Это маленькое техническое требование, оно нам потом будет полезно. А единицу будем записывать. Сейчас, секундочку. Просто единицу, потому что да, потому что у нас 0 и конец, единицу по-другому не запишешь. Единица, вот это последовательность, значит, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. И первое нуля. Хорошо. Значит, ну, понятно, что оно, фи в минус первое, оно, значит, фи, да, фи в минус первое непрерывно в точках, вот, не диодическое. Сейчас, секундочку. Да, хорошо. Значит, ну и как мы будем попробовать, вот, вложить хотя бы, ладно, про дополняемое пока непонятно, как 0, 1 вложить, c от дельта, но это просто. Значит, значит, если у нас есть отображение, значит, если f из c от 0, 1, то tf равно просто f композиции с фи. Это тогда будет функция непрерывная на дельта. То есть мы c от 0, 1 вложили в c от дельта каким-то образом. Вложили хорошо, но беда вот в чем. Что это недополняемое вложение, то есть, значит, теорема. Теорема вот такая, что, значит, t от c от 0, 1 недополняемо в c от дельта. Да, ну, кстати говоря, почему это вложение, надо еще объяснить, что это не просто линейный оператор, а вложение. Ну, потому что фи – это сюрреекция. Да, поэтому, то есть, если две функции, значит, если две, есть какая-то функция совпадают на, вот такие штуки совпадают на кантеровом множестве, значит, тогда они на отрезки 0, 1 впадают. Понятная причина, потому что фи – сюрреектив. Хорошо, значит, теорема, я ее сейчас докажу, потому что в доказательстве мы поймем, как же все-таки вкладывать так, чтобы было дополняемо. Ну, не то чтобы поймем, но, может быть, как-то будет понятно, откуда возьмется правильное вложение. Почему оно устроено так, а не иначе. Значит, доказательство теоремы. Да, значит, удобно теорема будет доказывать не совсем так, а удобно будет доказывать наоборот. Удобно будет этот оператор распространить на, как бы, функции изображать на отрезки, не на кантеровом множестве, а на отрезке. Значит, для этого давайте рассмотрим отображение. Значит, рассмотрим отображение T минус 1, которое будет действовать из C дельта, ну, куда-то. Давайте в качестве куда-то возьмем баррельевские функции. Значит, это что такое? Это баррельевские функции на отрезке, ну, с управленной нормой. Значит, надо быть осторожным. Когда я беру баррельевские функции, я имею в виду не классы функций, вот как, знаете, бесконечности или один, а именно вот просто измеримые функции по баррелю, которых, то есть, если мы там в одной точке функции поменяем, то у нее норма изменится. Хорошо. Ну, как оно задано? Значит, T минус 1 от G, ну, давайте, например, напишем в точке X, X должен быть у нас в отрезке, это равно просто G от FI минус 1. Ну, FI минус 1 – это баррельевское отображение, да, вот я его так задал, тем правилам, что правильно определив обратно в диагических точках. Ну, и вот могу такое рассмотреть отображение. Ну, получится что-то. Давайте посмотрим, что же получится. Значит, что получится? Значит, ну, какие функции получатся? Значит, ну, хорошо. При отображении T минус 1 непрерывные Значит, переходят в следующий класс. Ну, вот такие. Значит, во-первых, они, ну, вот отображение FI минус 1, оно непрерывно вне диагических точек. То есть, они непрерывны вне диагических, вне множества диагических точек. Значит, давайте я это множество буду называть D. Ну, в самих диагических точках надо описать, что происходит в диагических точках. Значит, если Q из D, то в такие функции F. то F непрерывно справа справа и имеет предел слева в точке. Ну, это вот потому, что мы так выбирали обратное отображение, что оно не любит единицы и любит нули. То есть, у нас, значит, если мы возьмем Кантеровское множество, то вот эту точку, вот у нас Кантеровское множество. Я выкинул первый отрезок. Что происходит в этой точке? Ну, вот она, у нее справа предел есть, а, то есть, она считывает значение вот с этой точкой и не вот с этой точкой. Значит, еще раз. Вот Кантеровское множество. Мы этот отрезок затянули в ноль. То есть, вот эти две точки, давайте, красные и зеленые. Значит, вот эта красная точка. А вот эта зеленая. Они отображением фи склеились. И вот это вот отображение фи. Они попали обе в серединку, в черненькую точку. Но при отображении фи в минус первом мы считаем значение в красной точке. Поэтому у нас непрерывность справа, а слева только предел. То есть, у нас здесь красненькая половинка. И значение мы считаем в красной точке. Отображение фи в минус первой. Поэтому у нас есть непрерывность справа, а слева только предел. В общем, наверное, понятно. Хорошо. Значит, вот такое множество функций. Давайте назовем его е. Значит, назовем... Это пространство функций. Ну, оно субнормой, в общем-то. Е. Значит, итого нам надо доказывать то, что непрерывные функции на отрезке 0,1 недополняемы в пространстве е. Давайте я эту дверку запишу. Куда-нибудь туда. Значит, будем доказывать, что c от 0,1 недополняема в е. Ну, как мы это будем доказывать? Давайте, предположим, противное. Предположим, противное. Значит, тогда у нас е может быть записано как c от 0,1 плюс фактор е по этому самому c от 0,1. Так, этот, помню, мальчик пишет еще. У меня тут нет хорошего. Это же плохое. И что тогда можно сказать? Можно сказать то, что давайте вот этот фактор сейчас опишем сначала. Но важно то, что есть отображение из факторов е. Значит, тогда существует отображение, ну, естественно, линейное непрерывное, с из е под сет 0,1 в е. Такое что? Ну, то есть просто, например, можно вот это вот элементы вложить, как, значит, пусть это вот, например, элементы здесь y, можно их вложить в пару, отправить y. Такое что? S, нет, P, S, это тождественно на, ну, вот на этом факторе. Да, где P, это проекция фактора. Значит, ну, пока оператор S отложим, и давайте посмотрим на, попробуем фактор этот самый описать как-то. Значит, фактор чего-почего, значит, это функция у нас, имеющая разрыва определенного толка в диагических точках, и да, ну, и все. Давайте рассмотрим оператор T, значит, рассмотрим оператор, как бы его назвать, S, T, ну, давайте R. R из E в C0 от D, значит, C0 от D это просто, ну, вот, функции на, ну, или последовательности, занумерованные диагическими точками, которые стремятся к нулю. Ну, то есть, понятно, с первой идет точка одна, вторая, потом четверть, три четверти, ну, и так далее. Вот они должны стремиться к нулю. Ну, каким образом задан этот оператор? Он берет функцию F, значит, и надо определить ее в точке Q. R F в точке Q, ну, понятно, как это, F от Q, то есть, этот самый предел справа, который совпадает с значением функции минус, предел при X, стремящемся к Q, снизу, F от Q. То есть, это, собственно, скачок функции в этой диагической точке. Почему мы попадаем в C0? Ну, понятно, потому что, если диагические точки уходят далеко, то так у нас разрывы есть только в диагических точках, то там скачки должны стремиться к нулю. Потому что даже если у нас вот здесь, по сути, диагические точки, она куда-то сходится, в какой-то точке, неважно, диагические или нет, если не диагические, то скачки должны уменьшаться. Потому что есть непрерывность. Если мы подходим к диагической точке, то там должен быть предел слева, поэтому скачки тоже стремятся к нулю. И утверждается то, что этот оператор F между... Короче говоря, я хочу сказать то, что у нас C0 от D значит, напомню, норма в факторе вводится как инфимум нормы в соответствующем классе эквивалентности, ну вот и видно, что там ровно скачок и будет. Меньше, чем скачок никак, а с другой стороны, ну и больше. Значит, поэтому зря я себе это крокодябру писал, надо везде писать C0 от D. Значит, и того, что у нас есть. У нас есть некоторый оператор S, и здесь проекцию, ну R, то же самое, что проекция, можно здесь написать R. Значит, того у нас есть оператор, который к некоторому набору скачков сопоставляет, ну, оператор поднятия, который ему сопоставляет некоторую функцию из G, который имит ровно такие же скачки, это операция линейная и непрерывная. Да? Вот такая вот, вот это следствие дополняемости. Если дополняемость, то есть оператор подняет. Хорошо, давайте теперь приходи к противоречию. Как это будет сделано? Ну вот, сейчас скажу, надо, наверное, что-то стереть. Нет, пока не будем стирать. Ну, идея вот в чем-то, что у нас есть, давайте возьмем точку 1,2. У нас есть наш отрезок, точка 1,2. И посмотрим на, ну вот в этом пространстве 0 от D есть баллистные векторы, то есть просто последствия, которые скачут по 1,2 равны 1, а больше скачков нет. Ну вот, значит, есть некоторая функция, значит, образ при операторе R, то есть это функция, у которой здесь скачок 1,2, а больше скачков нет. Сейчас, секундочку. Ну да. Тогда что можно про нее сказать? То, что она либо справа, либо слева от точки 1,2, у нее значение хотя бы 1,2. Потом к ней прибавим еще скачочек. Ну и будет слишком большая. Давайте я сейчас запишу фантуру. Значит, мы построим последовательность диодических точек. Давайте их назовем, наверное, удобно их назвать, Q n, ну, от 1 до n большого. Чисел, ну, точнее, знак давайте. знаков epsilon nt по n от единицы до n большого. Таких что? r от сумма по n равно единице до n большого epsilon n на e q n. n в некоторой точке x по модулю больше, чем, например, n. Значит, кто такой eqn? Это вот эти самые последовательности в c0 от d. Давайте я запишу. Сверху придется наверх перескочить. где eqn – это вот просто, ну, характеристическая функция q в c0 от d. Давайте индикатор напишем. То есть это последовательность в c0 от d, которая в диодической точке q равна единице, а в остальных равна единице. Значит, понятно, что это приведет к противоречию, потому что норма вот этой функции в c0 от d равна единице. Да, там, собираем норму в c0 от d. Это какие-то базисные векторы, как-то там перешелкнуты знаками. А оператор r, тогда получается, что у него норма больше, чем n на 3 в день произвольное число. Это приведет к противоречию. Это даст противоречию. Хорошо. Давайте. Да, давайте. Теперь строить такие функции. Ну, вот начнем, я сказал. Строить будем последовательно. Начнем. И еще здесь будет так же вспомогательные будут еще вспомогательные интервалы j1 содержит j2 содержит j3 и так далее. Ну, и вместо точки x мы это будем проверять до точек из некоторого открытого интервала. Или можно открыть замк, этого, в принципе, не очень важно. Важно, что не пусто. Значит, давайте я пишу на словах, формально писать не буду, потому что, ну, может, в конспекте напишу. А, по-моему, это не очень надо. Вот, давайте посмотрим лектор E. База. Начало. База или первый шаг, наверное, лучше. Это не индукция, а последовательное построение. Значит, давайте маркеры показать получше. Первый шаг. Это плохой маркер. О, вот это почти нормально. Давайте рассмотрим R от E1, 2. Это некоторая функция, и у нее скачок. То есть, смотрите, либо вот этот скачок у нее по модулю. Значит, давайте напишем R, E1, 2 от 1, 2 минус предел при X, стремящемся к 1, 2 с минусом. R, E1, 2 от 1, 2 от 1, 2 от X. По модулю. Надо много маркеров взять. По модулю больше и больше, чем единицы. Просто работаешь. Потому что у нас даже просто. Это значит, что одна из этих величин хотя бы 1, 2. По модулю. Либо вот это, либо вот это по модуле хотя бы 1, 2. Ну вот пусть, например, предел хотя бы 1, 2. Не умоляю общности, предел по модулю больше, либо равен 1, 2. Вот. Ну, что тогда? Тогда давайте мы возьмем E1 таким, чтобы это стало положительным. Значит, положим E1, например, знаком вот этого выражения. И отрезок E1 будет от 1, 2 до 1, 2 плюс Epsilon так, чтобы R G1, 2 от Y по модулю было больше 1, 3, если Y из ее родителя. Ну, так там есть ой, 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 неправильно, 1, 2 минус Epsilon и 1, 2. Там предел это снижение. Ну, то есть, по определению предела есть маленький отрезок, что это вот выражение, оно хотя бы там 1, 3. Вот отрезок Y1 построили. Значит, на следующем шаге мы берем точку в отрезке Y1, геодическую какую-то и делаем с ней то же самое. Значит, нам теперь надо вот к этой функции R, E, 1, 2. Давайте следующий шаг проделаем и будет понятно. Значит, теперь мы вот у нас появился некоторый отрезок Y1 такой, что вот эта функция там хотя бы 1, 3. Ну, даже она просто положительная. Значит, эпсалон 1 R, E, 1, 2 от Y больше, чем 1, 3, если Y изъедет 1. Берем там какую-то новую геодическую точку Q2 и в ней тоже смотрим либо R, E, Q2 в точке Q2 больше, чем 1, 2 либо больше, либо вот предел. но в зависимости от того, кто из них больше, ну, пусть, например, вот эта больше. Тогда мы строим маленький отрезок, когда он будет зелененький. я тебе картинку нарисую побольше. Вот у меня есть 1, 2, а вот отрезок Y1. Я в нем взял точку Q2 и, например, от нее отступаю вправо. Значит, наши функции непрерывны справа, поэтому здесь нарисуется некоторый отрезок Y2, такое, что R, E, Q2 от Y в этом отрезке больше, чем 1, 3. Я выбираю знак так, чтобы оно было положительным и замечаю, что сумма тогда будет больше, чем 2, 3. Ну и так далее. Дальше потом беру какую-то точку в отрезке Y2 и тоже правильным образом подбираю знак. Вот. Ну, поэтому вот такая система векторов и знаков построена. Ну и стало быть, вот это вот утверждение доказано и оператор R разрыгнет. Ну, значит, пришли противоречки. Хорошо. Ну это, вообще говоря, отрицательный результат. Нам надо было как-то вложить одно пространство в другое дополняемым образом, а мы поняли то, что вот наивно не получается. Ну и с другой стороны с этого доказательства видно, что надо что-то делать с этими скачками. То есть, если мы как бы функция кантерового множества, вот кантерового множества волны такой не связаны, и надо как-то эти скачки убрать, загладить. Ну вот, Милютин догадался, как это сделать. Давайте я тогда все затру потихонечку. вверх тоже затру. Такая показка. Значит, следующий раздел собственно называется для Милютин. Это как сердце доказательства для Милютин. Вот что она утверждает. Значит, существует непрерывная сюрреекция ро, которая действует из квадрата кантеровского множества в отрезе с нулей. Значит, ну, тут он скорее для удобства построения, потому что мы понимаем, что квадрат кантеровского множества это само кантеровское множество, и линейный непрерывный оператор усреднения, как бы его назвать, я в подсказке назвал P. Ну, давайте P и назовем. P из C от дельта на дельта, C от 0,1, ну, вот, тождественный на образе C от 0,1 при вложении, при соответствующем вложении. Ну, то есть, давайте все остальное сотру. То есть, значит, то есть, P от F композиция с Rho, значит, F композиция с Rho это функция на C дельта на дельта это равно F для любой F из C от 0,1. то есть, то есть, вот мы отправляем C 0,1 в C дельта дельта вот таким образом, как F композиция с Rho, а потом что-то такое происходит, что разрывы заглаживает так, что все пространство C от дельта попадает в C от 0,1. давайте доказывать Лему доказательства довольно длинные будет, но значит, давайте я нарисую картину, вот у нас есть квадрат 0,1, он будет играть важную роль, значит, мы можем функции на Кантеров в 100 множестве, значит, если G из C от дельта на дельта, то можно рассмотреть функцию, давайте назовем T в минус первое G от пары X, Y, да, это значит, должна быть точка на квадрате, это просто G от F в минус первое от X, F в минус первое от X, ну, где F это вот то отображение, которое, значит, F в минус первое, которое по числу восстанавливает его диодическую задность. Значит, это отображение, оно отождествует Кантерова, ну, функции на Кантеровом множестве с функциями на, там, баррельскими функциями на квадрате, у которых вот какие-то разрывы есть на диодическое решет, на таких, на вот таких точек, которые на эти прямые не попадают, она непрерывно, а вот на прямых у него какие-то разрывы, там, первого рота. Значит, нам надо как-то теперь сочинить гомеоморфизм ром. Ну, давайте я его напишу. Значит, ром от последовательности S, это модуль просто сумма Pn равна единице до бесконечности, Svn делить на 2vn и минус, чуть-чуть вычурно напишу, сумма Pn равна единице до бесконечности, Pn делить на 2vn. Значит, что это такое? Это мы берем просто вот эти вот штуки, это отображение FI, то есть, давайте напишем равно просто модуль FI от S минус FI от T. Здесь S и T это две точки кантерового множества, то есть, просто S, T в квадрате кантерового множества. Мы берем точку парочку S, T в кантеровом множестве. Мы берем просто пару точки S, T отправляем куда-то в квадрат. Вот сюда, например. это отображение FI. После чего берем и вычисляем модуль их разности. То есть, это модуль разности. Давайте я начерчу разность их. Это такая прямая. То есть, на этой прямой это точки с постоянными разностями. То есть, иными словами, RU это отображение FI и композиция с отображением модуль разности. X-Y. Давайте композиция с FI. Это отображение склеивает точки. Таким образом, давайте посмотрим непрерывные функции у нас как отображаются на Кантеровское множество. вот мы берем непрерывную функцию и сопоставляем ей функцию на квадрате 0,1. Значит, функция вот у нас была из отрезка. Сначала я по этому отправляю обратно, которая постоянно на таких зеленых линиях. Еще две симметричные зеленые линии склеиваются. это скорее такое техническое дело. Значит, функция из отрезка 0,1 непрерывно сопоставляется непрерывной функцией постоянной на зеленых прямах. А Кантеровское множество имеет разрывы на красных. Значит, это мы задали оператор вложения. То есть, действительно понятно, что непрерывные функции, которые еще и постоянно на зеленых линиях, они нигде кроме красных линий разрывов не имеют, просто они вообще их не имеют. Значит, теперь собственно самый главный мистический зверь это оператор P. Оператор P будет такой. Это будет на самом деле усреднение вдоль зеленых линий. Тогда смотрите, если мы усредним вдоль зеленой линии, то у нас по крайней мере прерывность не до конца ясна, но по крайней мере получится функция, которая на зеленых линиях постоянно. Ну, как? Да, потому что усреднение будет по зеленой линии. Ну, и есть некоторая надежда, что когда мы усредняем в трансверсальном направлении, это действительно получится так, то есть дважды зеленые линии, трансверсальные красные. Когда мы усредняем в трансверсальном направлении, то эти разрывы загладятся. Да, ну, потому что это такой общий принцип в анализе, то что если у вас есть разрыв по какой-то одной поверхности, если вы усоединили по трансверсальной поверхности, вполне возможно он загладится этот разрыв. Напомню, они первого рода такие, конечно, не скачают. Давайте теперь напишем оператор R. С времени еще довольно много. Оператор P будет действовать на функцию G. Надо его определить значение в точке X. Да? Значит, кстати, модуль Fiat T действительно не больше единиц. Определим это следующим. Значит, тут есть некоторая тонкость, то, что вот в этих двух точках 0,1 и 1,0 зеленые линии выраждаются в точку. Среднять по точке довольно глупо, поэтому мы здесь напишем просто G от 0,0,0 вот такая последовательная 1,1,1,1,1. плюс G от 1,1,1,1,0,0 и так далее. Ну, еще по полукам. Одна, вторая такой суммы. То есть, смотрите, ну, я вместо того, чтобы усреднять, просто взял значение функции G вот в таких двух точках. В этой и в этой. Взял полуостров. Но, с другой стороны, мы, кстати, знаем, что вот в точках 0,1 у нас фи непрерывно, поэтому ничего. А в оставшиеся точки надо усреднять по зеленым линиям. Ну, давайте усредним. Я предлагаю вот такой вот форме. 2 минус 2 делить на х. Интеграл от... Сейчас я, наверное, когда готовился. Давайте я здесь напишу z. И вот эта формула действует в случае, если z равно единице. И здесь будет 2 делить на z. Интеграл от 0 до 1 делить на z. Да? Делю я, чтобы это было усреднение. Ну, вот что? g от z плюс t t плюс g от t z плюс t в скобочке dt. Это если z меньше. То есть я действительно усреднил по 2 симметричным зеленым линиям. Да? То есть это вот прообраз точки. Давайте нарисую здесь красненькое, зеленое, черненькое. Если есть какая-то точка в отрезке 0 и 1, то ее прообразие 2 симметричные дни. примерно такие. Вот я по ним и усреднил по этому множеству. Хорошо. Значит, так, секунду. Только здесь очепотка. Смотрите, g это функция на контрревом множестве. Я сюда поставляю точки отрезка 0 и 1. Поэтому здесь надо написать t в минус 1. Ну, и здесь тоже. t в минус 1. t в минус 1. Напомню, это отображение, которое функция на контрревом множестве вот этой формулы пересаживала на функции на квадрате. Интегрируем мы по квадрату, поэтому здесь надо писать t в минус 1. значит, я объяснял, почему. Значит, надо что проверить? Надо проверить две вещи. Надо проверить вот эту формулу, ну и, собственно, непрерывность оператора p, что он будет отправлять непрерывные функции на контрревском множестве и будет отправлять непрерывные функции на отрезке 0 и 1. Я хочу сказать, что вот эта формула очевидна. Ну, почему? Это немножко надо так напрячься, но смотрите, что такое f композиция с ро? f композиция с ро это секундочку. Да, f композиция с ро это такая функция на кантеровском множестве, которая ну вот на зеленых значит, вот зеленых, ну, два синих отрезка они склеились в точку. Поэтому это функция, которая на синих отрезках как бы постоянно на проборозах синих отрезков при отображении терминус первого. Да, это значит, что здесь вот под интегралом мы будем интегрировать просто f от значит, вот здесь под интегралом мы будем просто интегрировать f от z да, ну и здесь интеграл ну, два я процежуя, потому что у нас два неслабляем. Интеграл от нуля до один минус z ну и так то есть я здесь специально вставил множить, чтобы было усреднение ну и получится просто f от з просто в токтологии ну и там получится f от единицы да, потому что ну потому что вот так устроено. Хорошо, то есть единственное, что надо проверить это непрерывность нашего действия нашего экрана. Давайте я вот это пока что картинку оставлю это оставлю значит, вот это соберу требуется проверить. Хорошо, значит, кстати говоря, прежде чем проверять непрерывность надо немножко подумать о том вообще, почему интеграл определен. Ну вот смотрите, что я хочу сказать, то что функция вот эта минус первая g, она ее сужение на такое на зеленое отрезки. Что это за функция? Ну у них тоже есть разрывы не более чем счет на множестве точек, потому что они красные прямые пересекают, красный крыль вообще, потому что это счетное число. Поэтому у нее разрывы не более чем счет на множестве точек. Они пересекаются трансферсально, поэтому эти функции даже по римину хорошо интегрируем, а это просто всю доопределено. Ну вот поэтому по крайней мере эти формулы корректны, надо лишь проверить, что получится, то есть у нас здесь получится какая-то функция даже, ну можно доказать, что она будет баррелевская, она ограничена, надо проверить, просто что получится именно непрерывная функция, а не что-нибудь там с разрывом. Значит, это проверять можно на цилиндрических функциях. Вот смотрите, у нас есть c от дельта на дельта, значит, достаточно проверить на цилиндрических функциях. Сейчас скажу, почему. Значит, кто такие цилиндрические функции? Ну, это вот функции на G, то, что просто характеристические функции, как это сказать, как сказать-то, давайте введем цилиндры, ц от и 1, и 2, и n, j1, j2, jn, это множество тех пар x, y, давайте st, из кантеровского множества, таких, что s и k равно, точнее, s k равно и k, tl равно jl, ну, когда k от единицы до n, а l от единицы до n. просто цилиндрические множества, и я утверждаю, что, значит, во-первых, кандра множество так устроено, что это непрерывные функции, так, прошу прощения, да, что это непрерывные функции, и их линейные комбинации плотны вот в этом пространстве, ну, например, по теореме стоунного верштрасса, линейные комбинации, это алгебра функций, и они, понятно, что разделяют точки, любые две точки, можно разделить цилиндрами, ну, понятно, то есть достаточно проверять непрерывность на таких цилиндрических функциях, letztens. Куда переводит цилиндрический, это цилиндр, ну, вот характеристическую функцию. Куда переходит цилиндр при вот этом отображении? Я утверждаю, что давайте эту сетку пока не оставлю, эта картинка полезная, что цилиндр при таком отображении переходит в характеристическую функцию прямоугольника. ну, надо просто взять, значит, при отображении t в минус 1, характеристическая функция цилиндра переходит в характеристическую функцию прямоугольника, например, a, b на c, d, где a, b, c и d диодические числа, ну или там нули и единицы, или ноль и единицы. Ноль и единицы, значит, напомним, мы диодическим не считаем. Хорошо, значит, надо проверять, что оператор вот этого усреднения по таким линиям приведет такую функцию в непрерывную. Надо рассмотреть два случая. Рассмотрим два случая. А, значит, ну, я напомню, у нашего оператора, у него такие есть странные точки 0, 1, 1, 0. Вот давайте пусть пока наш прямоугольник этих точек не касается. А, b, c, d не содержит 0, 1 или 1. Хорошо. Что же тогда? Что же тогда? Что же тогда? Ну, давайте я тогда не буду писать формулу, как это интегрировать. Кажется, это где-то на практике по аналогу на втором курсе делается. Давайте вот это я сотру. Все цилиндрические функции нам не нужны. Вот есть у нас прямоугольник. Значит, тогда я хочу сказать, что можно вот про этот множитель забыть. Эта функция непрерывная, умножение непрерывной функции непрерывной. Значит, в этом случае можем отбросить множитель 1 делить на 2 минус 2, у которого там есть особенность, а z подходит к единице. Ну и давайте, как у нас прямоугольник интегрируется? Вот у нас есть, значит, прямоугольник. Мы его характеристическую функцию интегрируем в трансверсальном направлении. У нас идет зеленая прямая. Вот пусть она первый раз, значит, давайте я сейчас буду такое интегрирование геометрическое. Вот у нас идет сначала отрезок 0.1. Я, правда, наверх должен снизу на 1. Давайте от единицы я подъеду. Неудобно от единицы. Вот сначала у нас зеленая прямая движется. И пока что получается здесь 0. Потом я коснулся первой точки. И у меня функция вот этого длина, она просто линейная. То есть у меня начало вот так подниматься линейно. Скачок, по-моему, под 45 градусов я не выглядел. Потом мы пересекли этот уголок. И здесь длина теперь стала постоянной. Ну, а потом мы симметрично спускаемся в некоторую точку и идем к нулю. Значит, эта картинка не совсем верная, потому что у нас там был модуль. Помните, что мы одновременно по двум прямым интегрируем. Ну, понятно, что надо теперь эту функцию взять у нее полусумму. То есть взять отрезок 0.1 и еще раз себя так схлопнуть. То есть взять полусумму по симметричным точкам. Ну, видно, что это непрерывная функция. Просто ее даже можно формулой выписать доскомально или нет. Первый случай мы рассмотрели. Случай А. Теперь давайте случай Б. Значит, Б. Ну, одна из точек. Пусть, например, не умаляем по точности. А, Б равно 1. Значит, тогда... Ну что, тогда мы начинаем с единицы. И там просто у нас значение единицы. То есть если мы здесь нарисуем график, то у нас в единице мы начнем с единицы. И что важно, то что наш... Ну вот, то есть наш прямоугольник... Давайте нарисую картинку эту. Для случая Б картинку. Вот у нас есть сторона квадрата, и там есть прямоугольник. Ну вот просто у нас эти усреднения будет вначале давать единицу. То есть у нас будет вот здесь единица. Сначала эти единицы, ну а потом что-то. Здесь важно то, что мы там поделили. И это все как бы что-то такое, типа теорема или дега дифференцирования интегралов. Функция G, она... Т минус первая G, она в точках 0 и 1, которые не единические, она там непрерывная. Поэтому эти две формулы друг к другу подклиниваются. Ну вот такое доказательство. То есть мы доказали то, что проектор P непрерывный. Вот. Доказали то, что P непрерывный. И доказали основную лему. Лему Милитин. Значит, давайте я... Значит, оригинальное доказательство Милитина было чуть другое в этом месте. Там он интегрированный в трансферсальном направлении по таким криволинейным параболам. Ну, в общем, это то же самое. Более-менее все доказательства, они так или иначе вот используют такой трюк, то что можно как бы сгладить вот эти вот скачки у Кантера множества определенным интегрированием по множествам уровня вот этой такой непрерывной сюрреции. В этом конструкции все похожи. Так. Итого мы доказали то, что... Значит, давайте вывод. Сухой остаток. Давайте я это все стираю. Значит, выбор следствия. С от дельта вкладывается дополнение. Пространство С от 0 бит. Ну, почему? Потому что С от дельта и замок, конечно же, С от дельта на дельта. Вот. Нам надо было напомнить немножко другое. Значит, мы хотели доказать, что С от гильбертова куба, то есть, ну, давайте я напишу, вкладывается дополняемо в С от кантеровского множества. Это была последняя ступенька. Ну, вот давайте сейчас это и докажем. Пользуясь нашим оператором П. И, значит, замечание про оператор П. Замечание. Оператор, норма оператора П равна единице. Такой оператор усреднения, поэтому норма равна единице. И, наверное, важно еще то, что П. Да, в общем-то, пожалуй, это все, что надо. Хорошо, значит, теперь, ну, какой-то. Седьмой пункт. Окончание доказательств. Я это все стирал. Докончание доказательств. Хорошо. Хорошо. Давайте рассмотрим. Нам надо как-то... Ну, во-первых, достаточно вложить... Достаточно вложить Гильбертову... Ну, С от Гильбертового куба, дополняемо, в С от дельта Венной, так как дельта гомеоморф на дельта Венной. Поэтому, значит, пространство непрерывных функций на них тоже изомов. Давайте отправим H в точку X из H. Значит, X это последовательность точек. X1, X2. Ой, нет, только не из H, а из дельта Венной. Так, значит, ребята, я чуть-чуть напутал обозначение. Сейчас надо будет... Да. Давайте я не так сделаю. Давайте я сначала подведу итог. Значит, хорошо. Значит, мы... Что мы знаем? Мы построили непрерывную сюрекцию... Давайте ее назовем не так, как раньше. Давайте назовем Ротильда из дельта в 0,1. Значит, у нас раньше была сюрекция из квадрата кантерового множества, но понять, что кантерового множества из заморца самого дельта, вот давайте назовем Ротильда то, что получится как композиция. И линейный непрерывный оператор П из С от кого? С от 0,1 в... Сейчас, секундочку. Из С от дельта, конечно. Так как у нас по времени нормально. Из С от дельта на С 0,1 значит проектор на образ при выложении соответствующем вложении ну, то есть P под G композиция с ром дайте F композиция с ром равно да, и проектор нормальный хорошо давайте теперь определим значит определим непрерывную сюррецию давайте ром назовем натуральной из гильбертовых из дельты в степени n в гильбертовку как она будет устроена значит ну, очень просто по координатам значит ром ром n от x равно рот x1 рот x2 и так далее значит здесь x это последствия x1 x2 и так далее точек дельта ну, то есть просто по координатам вкладываем получилась непрерывная сюрреция с оператором r немножко оператором p немножко сложнее значит определим оператор p n он будет действовать с c от дельта в n в c от 0 1 на плотном множестве функций значит вот в этом пространстве функции которые зависят лишь от конечного числа координат образуют плотное множество а они в свою очередь ну, например потягиваем стоянный вершин а они в свою очередь суть замыкания ленингной комбинации функции вида f от x равно f1 от x1 f2 от x2 значит fn от xn где x у нас из дельта в а fj из c c от дельта да ну, понятно значит давайте тогда зададим на них наш оператор p по очень понятной форме значит в таком случае p nt от f значение в точке t ох, нехорошо у меня x-ы стали скантерового множества от t из-за креста какую-нибудь точку z от z это у нас будут точки из гильбертова куба значит оператор должен действовать с c от дельта вен и в c от гильбертова куба значит это равно p от f1 значение в точке t1 умолить на p от f2 значение в точке t2 ну и так далее вот вот так ну значит умолить на p от квадратной скобки короче такая тендерная степень получается f nt значение в точке t видно то что это будет линейная оператор по каждой координате линейна и значит здесь только не t а z значит z это равно z 1 z 2 z n а дальше что вот значит этот оператор он получится таким образом задастся линейный оператор и да в общем понятно что он линейный непрерывный понятно что он ну опять же можно проверить вот на таких функциях то что p nt от же композиция с ро nt равно же из c от 0 1 в nt но опять же надо проверять на функциях вот такого вида то есть в общем то здесь конструкция совершенно уже пустая надо просто взять такую тендерную стиль и важно что на самом деле операторы п все имеют нормы единиц до что вот это произведение тоже имело норму единиц значит здесь важно ну что ж теоремы милютина мы доказали давайте я тогда сейчас в общем то осталось две минуты уйдем на перерыв ну а после перерыва я докажу теорему хенкина может быть там не совсем полностью там детали больше ну вот наверное вот так вот все тогда что у нас 10 минут перерыв да людьми на сколько у нас перерыв да 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 10 минут ну давайте я тогда пока там видео звук выключу через 10 может быть все-таки еще раз вернусь в теореме милютина все-таки ну две пары доказывали я еще раз сейчас скажу что происходило минут в пять потому что мне кажется что это полезно немножко какую-то рефлексию значит а потом будем доказывать про дифференцированную функцию что-то выяснил значит как мы доказывали эту теорему милютина мы сначала ну можно сказать так что давайте сначала рассмотрим случай когда у нас к 1 равно дельта и к 2 это гильбертов куб и кантеров значит мы знаем то что вот по теореме борсико дугунжи то что дельта вкладывается в аж ну просто вкладывается как замкнутое подмножство гомеоморфа гомеоморфа поэтому c от дельта вкладывается в c вот аж дополнение вот с другой стороны вот это самая сложная рема милютина которую мы в конце доказывали почти всю вторую пару говорит что c от аж вкладывается в c от дельта значит там было немножко другое мы значит доказали время милютина дополняем время милютина мы доказали то что c значит венима мы вложили c вот дельта на дельта дополняем в c от 0 1 дополняем форма и норма проектора равна единице ну c от дельта на дельта это то же самое что c от дельта да они даже просто изометричны да поэтому есть проектор из c от 0,1 на c от дельта 0,1 можно c от дельта вложить c от 0,1 так что будет проектор с 0,1 ну потом в самом конце мы сделали трюк с тендерной степенью который обеспечил вот такое вложение значит кроме того где-то там посередине мы доказали то что c от дельта изоморфницы 0 от c от дельта вот мы оказались вот эти три штуки это условия второй лимы пилчинского значит вот отсюда второй лимы пилчинского второй лимы пилчинского получили что c от дельта изоморфин c от h хорошо теперь что делать с произвольным компактом это значит мы доказали вот этот случай с произвольным компактом значит если если как произвольный компакт то по теореме борсука ну или борсука до бурга c от дельта вкладывается дополняемо в c от k ну произвольно я имею не счетнометрически вкладывается в c от h да ну и все это дополнение значит тогда мы можем применить лиму пилчинского просто ну и мы знаем то что вот здесь тоже есть самая сложная красная стрелочка да есть так вот сложная красная стрелочка поэтому c от k тоже вкладывается в c от дельта это дополнение значит мы можем применить теперь вторую лиму пилчинского уже c от k c от дельта и доказать что c от k природа вот теорема Милютина таким образом такая схема ее доказательств самое сложное это вот теорема Милютина с этим вот интегрированием в консверсальном направлении хорошо давайте теперь посмотрим на другие похожие пространства ну вот посмотрим например меня спрашивали про например c1 на отрезке c1 на отрезке ну что это такое это значит множество функций f из c1 ну ладно это понятно как норма там будет c1 от 0 1 это просто равно ну например норма c f ну давайте плюс норма например f c 0 давайте рассмотрим в этом пространстве ну давайте рассмотрим такое вложение па-па-пам па-пу-пу-пу-пам давайте его сейчас давайте отправим просто рассмотрим оператор производной из c1 01 c01 который просто отправляет это не совсем вложение ну давайте мы здесь тоже вот эту штуку уберем и будем читать то что например да это опять же будет переход к гиперплоскости значит мы тогда доказали что да давайте пока гиперплоскость такую рассмотрим что вот этот оператор на нашем пространстве он вкладывать c c1 c и какие функции здесь отождествляет процесс гиперплоскостью значит множество f из давайте же из c01 таких что интеграл жировой ну интеграл непрерывных функций на этом пространстве это гиперплоскость c а как мы знаем c от к так они там все изоморфны гиперплоскость изоморфна в цель в цель вот то есть мы поняли а она изоморфна саму цель как мы знаем то есть мы поняли что вот это пространство его гиперплоскость изоморфна цветка на штаной самой заморфна таким же причинам то есть когда там гладкость ну вот дифференцировать по одному направлению ловить нич тем не менее вот верна следующая теорема химкина теорема помощь существующий седьмой год то что c1 на 0 1 в квадрате не заморфна c вот к где к вот эти я когда пишу цветка я имею ввиду тот самый несчетный риском даже там верно больше значит даже верно больше то что c вот 0 1 квадрате нельзя вложить дополняемо пространство видится даже когда он там несчетный то есть набрали бесконечно тоже просто потому что что он доказал это опять же я по-моему говорил об этой истории то что это возможно доказывает гроттендихт лет на десять раньше ну то есть он написал это как факт или по-моему сначала говорит что они заморфны потом написал эра там написал что они не заморфны не представил хотя у него ну возможности были то есть он очень много про это понимал сейчас известно более-менее два доказательства они в той или иной степени мне кажутся похожими значит ну вот есть оригинальные доказательства химкина которые есть сегодня скажем так расскажу то есть этом буду больше подробностей опускать а есть еще доказательства кислякова чуть похоже которые в общем то по пути которого мог ходить гроттендихт давайте я пару слов скажу как это доказывал кисляков опять же это тоже связано мне кажется с фамилией пилчинского потому что схема доказательства знаете что давайте я расскажу доказательства химкина потом самом конце пару слов скажу о доказательстве кислякова потому что иначе есть плюс какие-то детали проживать а мы часть из них пройдем вот в этом доказательстве химкин здесь я сначала сразу с того что я что-то что-то зажую во первых я буду доказывать не это я позволю себе ставить вопрос так что мне интересно какое-нибудь пространство который не замок на церковь я буду работать с будем работать с c1 с ноликом от с 2 берем двумерную сферу и просто гладкие функции на ней c1 гладкий который средний множество из 2 таких что интеграл f равно 0 и понятно градиент f из c ну и понятно какая норма значит это векторные функции просто supreme c норм по каждой из координат например в принципе не очень важно давайте начнем вот с такого факта я сейчас помните у нас было упражнение то что есть бесконечность инъективная пространство оказывается c от к тоже обладает некоторым свойствам очень похожим она доказывается сложнее ну тот же это не бог здесь как сложно но вот я это доказательство пропущу а если как мне это называю пространство значит если банка пространства x дополняемых c от к и здесь неважно какой к то есть это может быть и бесконечности ну наверное как к будет хус-дурфу то есть там вторая аксиома делимости выполняется пусть x дополняемых c от к тогда а или какое-то другое пространство и x как-то вложено в и то есть какой-то другой банк по пространству вот если бы c от к был инъективным да что иногда имеет место в например когда c от к это бесконечности ну то есть когда к какой-то безумно то тогда из игрек есть проектора в x вот когда x это просто c от к ну вот например c от 0 1 это неверно но верно немножко более слабый факт то существует линейный непрерывный оператор продолжение линейных непрерывных функционалов с x на и ну значит давайте сейчас я это объясню что это значит что вот есть у нас x вложена в игреке значит есть здесь функционал на множестве игрек девочка 10 звездочка начну есть там естественная проекция да которая просто функционал на множестве игрек сужает на множество икс но вот так и с другой стороны теорема хана-банаха дали что любой функционал на икс можно продолжить функционал на икс вот это свойство такой слабой инъективность что ли оно говорит то что можно ну или слабая дополняемость на слабая дополняемость то что можно как бы сделать теорема хана-банаха единую для всех функционал можно сделать линейный непрерывный оператор продолжение да то есть такой оператор давайте е то что x от x звездочка от x равно x звездочка от x для любого x из x а вот этот самый x звездочка это функционал на икс вот это такое свойство пространство пространство c от к ну и как я говорил он доказывается примерно что то я не придумал простое доказательство в общем там некоторые какие то это возня с тем что называется принцип локальной рефлексивности видимо ну в общем короче говоря это некоторое дело оно не космически сложное но довольно длинное и занудное может и не длинное может просто андер ну а с другой стороны по моему в книжке вот албиации калтона она что-то такое написано ну хорошо то есть это будет свойство которым будем пользоваться без доказательства то есть мы предполагаем противное пусть c1 от 0 1 дополняем в c от к и тогда нам надо какое-то найти пространство y такое чтобы вот это свойство не было выполнено ну это довольно не сложно давайте ну не то что не сложно то есть найти то его не сложно а вот доказать что такой линейной процедуры нет не очень значит рассмотрим 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 пространство вот я ничего лучшего не придумал это просто непрерывные векторные поля на сфере непрерывные только не касательно касательно ну то есть это значит непрерывные функции со значениями на сфере со значениями в р3 такое что в каждой точке сфере вот сфер этот вектор в руки он касается на то есть можно его естественным образом вложить содержится ну это вкладывается в c от с 2 со значениями в р3 то есть ну вот это пространство это просто непрерывные функции на сфере такие векторы на которых три кардина понятно что вкладывается хорошо давайте тогда определим вот это вот это и будет пространство y сейчас надо только вложение определить вложение значит ну давайте вот у нас есть определим вложение определим вложение значит функцию f просто оправляем в ее градиенте значит fxc1 от s2 а градиент f у нас тогда будет конечно касательно вектор он будет непрерывным значит здесь только давайте c0 чтобы это было именно вложение то есть мы предполагаем то что интеграл по сфере равен нулю я напомню c1 0 от s2 это множество f из s2m таких что интеграл f равен нулю ну и градиент f из c в общем то это вложение тофтологично да согласитесь какой-то он такой странно но с другой стороны понятно что да это похоже на то что мы делают конечно докажут что c1 это треска и замор хорошо надо как-то доказывать что давайте это вложение назовем просто градиенте значит давайте потихонечку вы изучать и вот мы будем приходить что-то делать с оператором x и переходить противоречию давайте постепенно давайте рассмотрим такие функционалы на пространстве цель 0 значит рассмотрим функционалы фи с на c01 от s2 данный поправил просто фи с от функции это функция в точке здесь с конечно же . такие простенькие линейные премьерные функционалы на c1 значит давайте вот что сделаем вот и мы посмотрим определим посмотрим куда они переносятся этой процедуры продолжения сначала я хочу сказать что он не удовлетворяет такому понятному неравенству вот если мы посмотрим на отображение из сферы то есть с фи с то оно будет липчиться значит легко увидеть что норма фи с 1 минус фи с 2 ну в двойственном пространстве то есть это норма функционала меньше либо равна чем модуль с 1 минус с 2 ну где модуль можно считать что это геодезическое расстояние по сфере а можно и напрямик наверно хорошо давайте теперь давайте теперь посмотрим на процедуру продолжения вот есть процедура продолжения которая задана вот этим вот фактом непонятным ну и пусть у нас просто рассмотрим функционалы фи с с из 2 функционалы ну просто фи с это с фи с это теперь функционалы на пространстве тв значит это функционал на этих самых касательных векторных полях и так это была линейная процедура продолжения то они тоже удовлетворяют условию липчатства значит ну вот я тогда пишу такую тельду это значит там какая-то константа в тельде сидит которая не зависит от s это меньше чем модуль с 1 минус с 2 хорошо давайте теперь приходить к противоречию ну вот я предлагаю вот что сделать давайте теперь мы у нас сфера ну вот это семейство функционал запараметризованная сфера я бы хотел чтобы это семейство было инвариантно относительно вращения сферы для этого мне надо усреднить по всем вращениям сферы то есть ну понятно если у нас когда у нас есть какая-то задача и там объекты все кроме одного удовлетворяют инвариантности действия какой-то группа хорошо бы последний объект тоже по этой группе услышали значит ну вот пусть левая мера а левая давайте возьмем это средним определим семейство psi s от g равно значит надо сейчас тут аккуратно на правильном порядке значит это интеграл по группе о не о n давайте просто о это интеграл по о фи от тета в минус 1 s g от тета точечка d мю от тета это значит я взял мои функционалы повращал значит надо объяснить почему что это вообще такое но вот я хочу сказать что вот эта функция благодаря вот этому условию это непрерывная для каждой функции же вот эта непрерывная функция параметра s поэтому можно непрерывную функцию про интегрировать по этой мере с этими усреднениями ну такой трюк довольно распространенный но надо быть осторожным когда то есть если вы соединяете семейство операторов надо чтобы они были как бы непрерывно по параметру если нет то надо какие-то дополнительные переговорки а может быть просто так и нельзя ну что же я хочу сказать что значит вот это важно чтобы эта функция непрерывная непрерывная функция параметра параметра s ну параметра параметра значит что что тогда получится во первых получившееся семейство функционалов инвариантно относительно получившееся семейство функционалов вращение ну что и под этим имеется ввиду то что фи с вот же вот тут скажем с точечкой то есть если мы элементы вращали и это то же самое что все от с да ну где его это любой элемент группы да ну и же же любое касательно векторное поле а фи и апси вот наша функция хорошо значит что кроме того значит пока формула эту не стерли кроме того кроме того верно то что по-прежнему си с 1 минус все с 2 по норме меньше меньше чем модуля с 1 минус 2 да потому что это оценка про тащится через интеграл потому что здесь просто сдвиг по группе да там будет это минус 1 ну потому что у нас там и заметки из других что самое важное то что у нас вот эти же были расширениями поэтому я хочу сказать то что пси с от градиента ф равно ф от с да ну потому что сейчас секундочку ну да потому что эта формула вот так устроена потому что у нас буду что фи от с от градиента было равно надо вот эту вот функцию ну короче говоря просто вот это вращение она вот это вот тождество оставляет на месте нам надо взять значение вот этой функции вот в этой точке останется f от с вот это самое вот это свойство обязательно вытащить за собой хорошо ну вот теперь будем изучать давайте их наверху где-то напишу эти свойства и мы будем изучать семейственных непрерывных функционалов на касательных векторных полях удовлетворяющих вот таким первым способом это я по мере хаара тут усреднил давайте свойства а б в свойства а это наверное я как у хенки на статье не помню кто и не так про номеру давать то что си с от градиента равно просто от с свойства б это давайте личность будет все с 1 минус все с 2 меньше у нас некоторые константы чем с 1 минус с 2 но и свойства в этой врядности относительно вращения это то что пси с от же от юс значит точечка равно все ю из группы из метрических преобразований свет хорошо давайте теперь закажем следующую лему значит если любое семейство линейных непрерывных функционалов на удовлетворяющий вот этот свойственную рядности в может быть представлены имеет имеет вид просто значит пси с от же равно интеграл поиск 2 что там у нас сейчас скажут обозначение будет же с от модуль т минус с так нехорошо нормально ладно где это некоторая мера на интервале там сколько от минус 2 до 2 значит где мюн мера со знаком на отрезке от минус 2 до 2 а а же с значит от т это проекция вектора gt на касательный начнет единичный касательный сфере вектор ну касательный в точке т к сфере вектор в точке т смотрящего направлении да ну вот значит же напомню это векторное поле надо здесь скаляр интегрировать ну не проекция значит скалярное произведение с этим вот вектором произведение ж gт с единичным касательным вектором ну поучу правильно давайте доказывать но это просто из свойств из свойства в будет следует доказательства значит я сказал то что сейчас я буду доказывать умение строго чем в первой части давайте мы положим то что с равно 0 0 1 и пока что в качестве же будем подставлять функционал функции такие векторные поля которые концентрируются около какой-то одной точки сфер нарисуем сферу в меру художественных возможностей вот есть . с вот пусть у нас здесь где-то на боку сферы есть . ты и пусть пока векторная поля сконцентрирована в окрестности вообще говоря любой функционал прежде чем перестать картинку на сказать то что любой функционал может быть по теореме риса записан как все саджи равно что давайте слоя назначить равно интеграл пояс 2 gtd мю с некоторых зарядной сфере ну зарядность меры сознания значит есть некоторая тонкость но вот как это делается надо рассмотреть вложение пространство tvf c от s2 со значениями в р3 там воспользоваться уж можно воспользоваться теорема риса а и пока что у нас будет то есть с заряд значит давайте я его опять же группе вращения сферы немножко сглажу и тогда можно считать то что он например иметь непрерывную плотность значит можно сгладить дмилой с равно некоторая функция как ее называют м с д лям до 2 в общем то что эта мера абсолютно непрерывно померяли бега на сфере хорошо давайте теперь ну значит теперь м с это некоторая функция с значением r3 и ее уже можно спроектировать чтобы это было касательным касательным тоже касательным вектором потому что не касательные компоненты на функции пространства tvf не действует никак просто можно ну и это оставить функционистом прерыве на то есть вот здесь у нас как-то вектор торчал сюда то его можно разложить на автогональную компоненту и касательную ну и вот скалярное произведение там будет роль играть только касательный компонент а остальные можно просто выкинуть таким образом значит мы работаем с формулой то что psi s от g равно интеграл по s 2 скалярное произведение gt и ms от t д лямбда 2 д лямбда 2 мерами бега на сфере s и вот надо как-то выяснять как вектор ms от t может быть направлен вот теперь надо смотреть на картинку давайте векторное поле g но каждый будет в окрестности одной точке t ну тогда понятно то что вот если мы здесь есть точка s посечем сферу плоскостью у которой z равно константа там нарисуется некоторая это такая скажем так горизонтальная окружность от которой плоскость з равна константа понятно то что если мы функцию же будем брать в окрестности маленьких точек одинаковую и и вращать пользуясь вот этой формулы понятно то что тогда мы оставляем точку s на месте вращаем сферу вокруг оси z понятно что тогда вот я срисую векторное поле ms что она будет эти векторы должны переходить друг другу превращение то есть ну как ms от t у т равно ms где его это сейчас вот вращение которые сохраняют точку с с другой стороны надо теперь объяснить почему этот вектор вот тут написано он должен смотреть в точку s но это очень просто то есть догадаться сложно но на самом деле потому что мы рассмотрим все прям изометрические преобразования сферы если вот он например на этой большой окружности смотрит не по ней то при симметрии относительно такой вот плоскости до который проходит через точку t и s этот вектор должен перейти в себя но значит он смотрит направление точке s больше мы смотреть вот но это и есть вот эта запись то есть смотрите у нас тогда этот вектор он на этих окружностях постоянность смотрит в сторону точки 5 но это вот оно и есть значит он значит я хочу сказать то что м с от т равно некоторые функции m от модуля t минус с да потому что что такое это окружность это как раз на что точка сфере от которых расстояние до точки с постоянно ну и вот он направлен в сторону точки с это благодаря себе таким образом лима доказано ну здесь надо там еще пределы перейти вот с лима доказали давайте теперь это вот я куда перепишем и следующая лима будет еще веселее значит чтобы не стереть давайте формула оставлю а напишу следующую следующую ну хорошо давайте не так если семейство функционала если семейство функционалов с из 2 удовлетворяет свойством а и в свойство продает такое представление а свойство а она а и в то соответствующие меня давайте я напишу то давайте эту функцию видео а то мерами абсолютно непрерывно и м от модуль т минус с до соответствующей функции плотность равно а модуля т минус с делить на модуль т минус с где а это некоторая конкретная функция просто линию считать и кто там удобно писать некоторые фразы переменных и у хенкина написано там аккуратно но мне кажется что я точно ведь не обязательно некоторые непрерывные функции и что про него важно что она не равна то есть когда мы подходим ты подходит к с в этой функции есть особенность порядка минус один порядка особенно порядка как это доказывается надо как-то воспользоваться свойством а мы берем эту формулу и подставляем нее надо подставить какие-то функции f напомню f это не векторное поле это функции но какие функции удобно подставлять здесь опять немножко так это жульничаю как и предпредельный переход проглочу значит доказательств доказательства следующее давайте рассмотрим опять же нарисуем нашу сферу вот наша точка с опять же давайте считать что с равно 001 и рассмотрим функцию f которая характеристическая функция шапочка на сфере опять же и шапочки ну то есть это вот множество где множество тех точек на сфере где z больше чем что там на этой шапочке лежит . f это характеристическая функция множество где z например больше либо равен вот мне удобно было написать чем 1 где аж это некоторый маленький параметр аж это расстояние от точки с до этой шапочки но смысле не обязательно маленький просто по этой параметре но значит понятно то что h и t они как-то связаны вот и ну там что это корень тригонометра отметь формула писать не хочется вот поэтому функцию явно это не очень значит конечно вы сейчас мне скажете что я жульничаю потому что это совсем эта функция совсем не класса c1 ну вот что надо сделать значит если мы нарисуем график этой функции она зависит только от этого уровня ну это что-то такое начало здесь уровень единица ой только ее еще и нельзя подставлять сейчас будем это скачок вот здесь значит у нас 1 ну надо конечно же подставить какой-то такой плавный спуск вот такой вот и потом осуществить предельный переход я это делать не буду я буду прямо значит в чем проблема то что эта функция не является в ней среди это более важно поэтому давайте мышц подставим правильную функцию а именно значит у этой функции у нее средняя ну вот если мы считаем площадь поверхности сферы единицы ну она 4 3 то площадь такой шапочки я посмотрел в википедии то 2 пиа то есть ну что совпадает с тем что когда шерман двойки до 4 поэтому чтобы средняя была ноль мы вычтем аж пополам то есть эта функция которая у него скачок по-прежнему единица но средняя ну то есть она на самом деле хорошо давайте теперь эту функцию чему равен ее градиент этой функции равен понятно чему ждать представление я эту беру ой я его зря убрал представление было такое то что все с вот уже равно интеграл поезд 2 же от же с а т на ну давайте напишем быть может и минус с дмю от делям до 2 вот да я эту меру выкинул поставил туда честно с меры тоже хорошо давайте посмотрим чему равен градиент f в таком случае но я хочу сказать что градиент f равен мере ли бега ну или холстдорфа лямбда 1 суженный на вот эту окружность давайте назовем ее c суженный на c и это все умножить на векторы которые просто единичной длины смотрят в эту сторону и нет в обратную сторону а потому что мы с нуля перепрыгнули а почему они единичные скачок единичный значит нам давайте назовем их эти векторы это кстати говоря более-менее то же самое что же поэтому я хочу сказать то что все с вот градиента ф равно значит надо что проинтегрирует по окружности то есть умножить на ее длину значит так папа папа ну давайте вот здесь вот эту длину радиус окружности умножить на скалярное произведение вектор и сж с ну это единица и умножить на от модуля ты минус а где ты но это какая-то . а с другой стороны справа у нас стоит f от с f от с это просто единица минус h пополам да где h h и т они связаны некоторыми простыми формулами нас что мы видим мы видим то что м значит что видим видим что м от модуля ты минус с равно 1 минус а пополам делить на 2 пи ну и остается только за сказать я хочу сказать то что это ну примерно модуль ты минус с давайте нарисуем картиночку сечение какой у нас есть окружность вот . с вот . т вот 0 вот это вот ну и понятно то что когда s и т близки то вот это вот штука это то же самое что с минус с видимо модуль с минус с если считать модуль т минус с по сфере вот так вот ну то есть то что я и заявлял смотрите когда у нас все с и т близки h ну то есть когда что такое функция а это вот 1 минус h пополам делить на 2 пи когда ты с близки то есть когда у нас там где 0 там понятно что это стремится к 1 делить на 2 пи может я где-то в какой-то арифметике ошибся ну вот это самое важное таки образом эту лему мы доказали значит того что мы сделали давайте мы чуть-чуть остановимся и отрефлексируем мы предположили противные и это дало нам некоторое семейство функционалов при помощи такой факта из общей теории пространстве пациентка семейство функционалов готовы интернет таким 3 свой 3 свойств значит ну вот мы заработали вращениями сфер что сфера многое за да это конечно все хорошо после чего пользу свойствами в и а мы пришли то что наша вот это отображено семейство функционалов сиес она имеет очень конкретный вид функция этого что-то что можно посчитать вот все заодно в такой ну что надо теперь мы еще не пользуюсь свойством бы давайте попробуем перейти к противоречию свойства за свойства бы давайте я в общем то достаточно доказать вот такое утверждение окончание значит мы придем противоречию причем противоречия за карман неравенство то что норма все с 1 минус все с 2 больше либо равна стилличка с какой-то давайте больше пора ночи некоторые маленькой константа c с 1 минус с 2 логарифм с 1 минус с 2 минус 1 что логарифм будет расти когда с 1 и с 2 близко ну в общем почему такое можно доказать потому что есть явный вид функционала пси функционал пси задан на всех касательных векторных полях вот поэтому будем сейчас приходить противоречию давайте просто эту скобочку напишем значит давайте я эту формулу немножко перепишу мы знаем то что пси с от g это просто интеграл по поиск 2 давайте так и сделаем значит ес от т скалярное произведение g значит но есть это вот единичный вектор который смотрится с точки t в точку с до в касательном пространстве это вот ровно то самое фенкинтское скалярное произведение делить на модуль t минус с но еще на некоторую невинную функцию а а модуля т минус с и все это дели амби 2 давайте напишем вот эту разность не стоишь с уменьшись и все с 1 минус с 2 равна интеграл по s 2 просто что есть и вот это все скалярно нужно же значит ну же у нас конечно непроизвольная вектор функции с значением в 3 но другой стороны не трудно видеть то что если бы это была произвольная функция то нужно такую конкретно функционал это было просто интеграл по t вот этой модуль вот этой штуки ну вот оказывается с касательными полями то же самое несложно понять потому что этот вектор собственно лежит в касательной плоскости поэтому если какая-то функция есть то ее можно из проектировать да поэтому нам лишь достаточно доказать достаточно доказать то что интеграл по ну интеграл модуля да но это как теорема риса наоборот как посчитать норму функционала на c от к надо полной вариации меры но вот и здесь тоже самое модуль и с 1 от модуль т минус с 1 минус е с 2 сейчас я буду делать некоторые шагицы которые мне бы на такой практике по анализу поставили бы 2 но в общем то мне кажется ничего не там находимся а ну в общем давайте во первых вот что сделать мы хотим доказать что этот интеграл по сфере видит когда s1 и s2 близки ну и давайте будем отыгрывать только потому кусочку сферы который например где-то тоже близко к точкам с 1 и s2 то есть например значит модуль т минус с 1 плюс с 2 пополам меньше чем 1 с тогда это маленький кусочек сферы там можно заменить интегрирование просто на мере либега по касательной плоскости да значит интегрируем пр2 интегрируем по кусочкам кроме того мы знаем то что вот эта функция она примерно равна единице давайте тоже сотрем потому что аргумент час маленький отлично значит что здесь написано давайте картинку нарисуем я доказываю такое неравенство сейчас буду рисовать картинку значит мне надо сказать вот у меня есть . например с 1 есть . s2 а где-то есть . ну и что такое с 1 от делить на т минус с 1 значит я хочу сказать что и с 1 делить на модуль т минус с 1 это просто минус с 1 делить на модуль т минус с 1 квадратно ну это мы немножко жульничали мы со сферы пересели на плоскость ничего при этом не объяснял но и надо доказать то что интеграл по скажем т минус с 1 плюс с 2 пополам меньше чем 1 сотая модуль т минус с 1 минус т минус с 2 в квадратах дт где-то бегает по кусочку плоскости что этот интеграл больше либо равен чем модуль с 1 минус с 2 на логарифм только логарифм по модуль как тогда оказывается ну на самом деле когда вот . ты лежит вне там скажем круга радиусом дать t минус с 1 уменьшим интеграл что пусть это будет больше чем например модуль с 1 минус с 2 5 модуль с 1 минус с 2 ну и давайте пусть она лежит в какой-нибудь угле еще под 45 градусов чтобы она бы здесь не лежала я тогда хочу сказать что такое выражение вот это вот оно больше либо равно чем модуль с 1 минус с 2 делить на модуль т ну почему как-то так строго это не очень понятно как доказать это наверное можно но по наивному давайте пусть точка т лежит напрямую с 1 минус с 2 да тогда можно раскрыть скобки значит что будет там тогда все упрощается получается 1 минус с 1 1 делить на 3 минус с 2 ну это чему равно приводим к общему знаменателю это равно с 1 минус с 2 делить на т минус с 1 т минус с 2 да и ну вот в этой области в ней давайте зелененькая область и в этой области это только это квадрат я прошу прощения да это больше либо равно чем с 1 минус с 2 делить на модуль т квадрат вот и поэтому да ну если точка т где-то здесь там такое же вычисление только сложнее значит теперь осталось только этот интеграл посчитать ну и что получится вот здесь я посчитаю получится интеграл по например радиусу больше чем 10 модули с 1 минус с 2 ну там до одной сотой начну я такой угол минулевого раствора и интегрирую я там модуль с 1 минус с 2 квадрат и делить на модуль т в квадрате значит но это равно некоторая маленькая константа равно модуль с 1 минус с 2 делаю сферическую замену на интеграл от 10 модули с 1 минус с 2 до там одной сотой а д r делить на r ну вот собственно и вот тот самый логарифм да равно на логарифм модуля с 1 минус с 2 минус с 1 все то есть мы таким образом теорему хенкина доказали значит давайте еще раз пройду по доказательству и объясню что происходило ну вот я не некоторые вещи заминал под камер но все можно доделать просто длиннее будет и мне кажется что понятнее от этого не будет значит что мы сделали что мы сделали мы сказали то что если у нас пространство c значит c 1 с ноликом от с 2 дополняемо в c от к то тогда она вот как бы инъективно в слабом смысле и его вложение c 0 1 от с 2 касательно и векторной поля на сфере очень естественно существуем что градиентом допускать продолжение линейной процедуры продолжения линейных функционалов отсюда сюда это здесь есть очень естественно 7 функционалов это просто значение в точках сферы ну и вот мы его это смесь функционалов пересадили на касательно векторные поля это было предположение что там есть линейная процедура продолжения после чего мы сказали то что что у сферы много изометрий, и усреднили по этим изометриям. Получили кроме свойств a и b еще свойства b. После чего оказывается, что уже усредненных операторов, усредненных смесей функционалов уже немного. Они задаются вот какими-то такими интегральными формулами, где эта мера, она зависит только от одной координаты. Потом мы воспользуемся вот этой формулой. И оказалось-то, что эта мера имеет просто конкретный вид. Но это что-то такое типа ядра интегрального представления. Оно оказывается единственное, что сфера очень много изометрия. Ну и после чего пришли к противоречию. Там как раз и разошелся какой-то логарифмический интегр. Пришли к противоречию. Это такое доказательство Хемкина. Давайте я пару слов расскажу о другом доказательстве. В принципе, я все, что хотел рассказать, рассказал. Ну, немножко детали какие-то зажевал. Но у меня еще там сколько? 15 минут. Давайте я из них, по крайней мере, 5 скажу о другом доказательстве, которое, значит, Кисляков, ну, возможно, Бертендика было такое. Значит, сейчас я как-то это не готовил кусочек. Ну, я думаю, что так я ничего доказывать не буду. Сильно не надо. Значит, там начало примерно такое же. Если у вас С1, ну, например, квадратом, дополняемо в С от К, то мы опять же рассмотрим то же самое вложение. Вложим теперь С1 от 0,1 от квадрата, вложим в С от 0,1, но в квадрате со значениями R2. То есть мы просто функции F сопоставим ее градиентами. Значит, ну, давайте градиент. Это такая векторная функция. И вот оказывается то, что, ну, это примерно то же самое, то, что тогда есть оператор. Значит, там немножко другое. Вот посмотрим на образ этого пространства в этом пространстве С0,1 от R2. Значит, если бы пространство, ну, вот С от К было бы инъективным, то бы здесь оно было бы в дополнение. Опять же, мы знаем, что оно не обязательно инъективное, переговорка слабой инъективности немножко другая. Звучит вот так. Значит, вот у этого образа здесь, в этом пространстве, есть аннулятор. То есть множество функционалов, которые там зануляются. И этот аннулятор можно описать как множество мер. Ну, вот как функционал в таком пространстве задуманно. Значит, мы берем функции, там, скажем, G1, G2, и функционал FET, G1, G2, это просто интеграл G1, Dμ1 плюс G2, Dμ2. По квадрату. Это векторные функции. Ну и вот, значит, аннулятор – это те пары мер, которые зануляются на градиенте. Проинтегрировав по частям, мне трудно понять, что это, значит, аннулятор. Значит, аннулятор образа – это, ну вот при этом вложении градиент, это пары мер, мю 1, мю 2, такие, что, значит, первая производная мю 2 равна чему минус второй производной мю 1. Это можно естественным образом отождествить с, ну вот если мы это отсюда возьмем, значит, их можно отождествить с чьими-то градиентами. То есть, если вы смотрите с градиентами, функция ограниченной вариации. Значит, функция ограниченной вариации, так, надо, наверное, вверх стереть уже. Функция ограниченной вариации – это кто такие? Ну вот просто такие, обобщенные, скажем, функции на квадрате. Значит, bv, вот, ну давайте 0 и 1. Квадрате – это не очень важно, потому что детали все равно не пишут. Это просто множество f из, ну, например, там, или 1 от r2. Таких, что градиент f – это заряд. Ну и норма, вот пусть она наследствует с этого пространства. И оказывается, то, что это изоморфно аннулятору градиента c1, ну вот в пространстве c от 0,1 в квадрате с значениями v2, а аннулятор градиента c1. И та самая вот слабая инъективность говорит, что тогда это пространство, ну, оно в некотором смысле изоморфно r1. Значит, изоморфно r1, значит, если c1 изоморфно c1. Значит, это вот там есть некоторые тонкости, но я их не буду уделять, не буду в них вдаваться. А с другой стороны, Греттендик, так называемое неравенство Греттендика, он доказал, что любой оператор из L1, скажем, в L2, Греттендик, он обладает некоторым свойством, дополнительным неравенством, которое называется абсолютная суммируемость. Значит, любой тезер L1 в L2, два суммирующие. Значит, что это значит? Это значит, что он переводит слабо суммируемые последовательности в сильно суммируемые. То есть, сумма по y единице до бесконечности норм tf2 в квадрате в степени 1,2, меньше либо равна, чем супремум по, значит, давайте, g из-за бесконечности. Действие g на, только здесь fj, на fj, это все в квадрате, и сумма по y в степени 1,2. Ну, то есть, вот здесь я рассмотрел последовательности функции из L2, здесь я посчитал просто L2 маленькое от их норм, а здесь я посчитал что-то такое похожее, только под действием функционала. Ну, и оказывается, то, что Кисляков подметил, что для... Вот из Bv в L2 очень просто сделать вложение, значит, Bv в L2, которое просто функции f отсюда сопоставляет функцию f отсюда. Это теорема вложения Соболева. Ну, на самом деле, гальярта Неренберг. То, что норма f в L2 меньше либо равна, ну, наверное, даже с константой 1, чем норма d1f в зарядах, вот, и оказывается, а с другой стороны Кисляков показал, и это довольно несложно, то, что этот оператор вот в такое вложение вот этим свойством не обладает. Ну, это вот другое доказательство. На самом деле, если вы их оба хорошо знаете, они кажутся очень похожими. То есть, тут нет усреднений, но, тем не менее, это тоже связано с некоторым вот таким интегральным оператором, который на чем-то типа такого сингулярного интегрального оператора в своем смысле. Вот, ну, не знаю, насколько это вот конец был понятен, но, думаю, теорему Хенкина я более-менее изложил, попустив некоторые детали. Ну, и мы, насколько, на 8 минут раньше закончили. Я думаю, что тут уже особо больше не скажут, потому что я начинаю говорить совсем непонятно. Ну, что, вопросы есть? Ну, видимо, нету, значит, всем все понятно. Ну, все, Людмила, тогда, наверное. Ну, ладно, что-то все молчат. Ну, ладно, все, тогда заканчиваем. Всем тогда, видимо, все уже устали. Всем тогда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok